И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Сэм, Dragon Age Inquisition и дополнение под названием Чурак, которое должно поставить точку, в общем-то, для этой игры, в этой игре, как хотите, называйте, и, в общем-то, давайте же приступать без лишних промедлений. Так, внимание, созыв Священного Совета сделает недоступными все другие территории и задания и перенесет вас в 44-й год 9-го века, он же век драконов, дракона, через два года после смерти Корифея. Вернуться будет уже нельзя. Теперь, когда Корифей повержен и можно не бояться разрыва в завесе и вторжении демонов, и у Орлеева и Фералдена начали возникать вопросы о будущем Инквизиции. Верховная жрица Виктория пообещала, пока это будет возможно, брать решение политических вопросов на себя. Затем она планирует созвать Священный Совет, на котором определится дальнейшая роль и, возможно, судьба Инквизиции. Рекомендуемый уровень нормальный. Мы ему полностью соответствуем. Прийти на заседание Священного Совета. Заседание Священного Совета состоится в Зимнем Дворце в пригороде Халамшарала, согласно договоренности Верховной жрицы Виктории с послами. Мы готовы отправиться туда, как вам будет угодно. Сразу обозначу, ребятки, DLC я это не проходила, вообще не знаю, что в нем, только примерно представляю, что будут кунари немножко. Ну и какие-то там приколы в заставках. Ну и знаю финал этого DLC, потому что в свое время его проспойлерила себе, когда уже пошла в разгул. Но сам игровой процесс этого DLC для меня неизвестен. Вперед же. Если это кому-то еще надо вдруг. Есть еще люди, которые реально читают вот этот текст во время загрузок? Ну что, два года прошло. Где-то сколько мы там, наверное, год в сумме копошились в самой инквизиции. Ну, наверное. Когда там началось-то все эти дрязги? Когда они начались? Надо, кстати, потом сопоставить. Когда началась вся эта инквизиция? Этот священный поход против корифеи и разрыва? Посмотреть надо будет потом в хрониках. Ну, короче, много времени прошло. Но меня все еще заставляют носить эти дебильные одеяния. Красота. Хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Интересно, да? Орлей хочет контролировать, а Ферлден хочет распустить. Очень интересно. Ой, DLC сложных выборов, на самом деле. Насколько мне неизвестно. Ой, ну че. Чему быть того не миновать. Орлей-хе-хе-хе-хе. Че-то мне кажется, или ее лицо не несколько изменилось. У нее, по-моему, раньше губы были больше, и она как-то помолодела ботокс и убрала. Я не знаю, что с ней случилось. Может, мне кажется, конечно. Может быть, смена шапки у головного убора как-то так сказалось на восприятии, не знаю. Орлей-хе-хе. Я думаю, что с ней случилось, я думаю, что вы уже не путешествовали больше времени, чем я. Жестко. Victoria is proving to be a woman that few dare to disagree with. She has already won concessions for the Inquisition. You are fortunate to have her support. I'll speak to Divine Victoria. I believe she would appreciate that, Your Worship. The Divine sees the good that you can do and have done. Duke Cyril will wish to greet you on behalf of Orlais. I believe he is currently speaking with the Tevinter Ambassador. Many of your friends have returned as well. I hope you have a chance to speak with them before the Exalted Council begins. The Imperium sent an ambassador? Yes, Your Worship. Dorian Perverse has taken the chance to return from Tevinter. It will be good to see him again. I owe him my apology. I allowed my distrust of Tevinter to cloud my judgment. He took a great risk coming to help us and deserved better treatment. You're going to apologize to Dorian? I have little patience for those who cannot admit they were wrong, Your Worship. Myself included. I will have to make my apologies somewhere public. He will want an audience for his reaction. Who has returned for the Exalted Council? Your Dewarven friend, Master Tetris. For one, I understand he spent much of the last few years in Kirkwall. I believe Sir Blackwall has returned as well, although he now uses the name Tom Ranier. Enjoy time with them while you can, Your Worship. I doubt you will have a chance, once the Exalted Council is underway. Oh, then. Thank you, Mother Giselle. Your Worship, a final question, if I may. This Exalted Council... Thoreldon would have the Inquisition disband. Orley sees its power as another feather in a chevalier's helmet. What do you wish to do with the Inquisition? What do you wish to do with the Inquisition? Почему мы будем существовать? Кому мы будем помогать? Просто сидеть на жопе ровно не получится. Потому что нужно, извините, и армию нашу гигантскую вот эту вот кормить. Ну, серьезно, зачем мы? Она как-то, мне кажется, не очень нужна. Просто нас всегда будут хотеть либо переманить, либо уничтожить, потому что мы угроза. И нужно либо эту угрозу контролировать, либо искоренить ее. И мы будем только масло в огонь подливать. Наша задача была только сделать то, что мы сделали. Та мощь, которую мы накопили, она нам сейчас не нужна, повторюсь. Мы никуда не уйдем. Ну а зачем мы будем существовать? Только будем быть красной тряпкой для быка. Нужно уметь уходить в тень. Не обязательно же, знаете, прям все, отрекаться от всего, от того, что мы построили, что мы сделали. И просто, не знаю, возвращаться там, знаете, к обыденным делам. Не обязательно же. Нужно распустить именно вот эту вот гигантскую... Ну, армия, конечно, там еще частично состоит из войск разных стран, но тем не менее. У нас же и своих людей дофига. Нужно сохранить как бы связи, но при этом, знаете, не быть бельмом на глазу у общественности. Мы как бы есть неофициально, но официально мы, типа, распущены, ничего не знаю. Во-во. Просто те, кто хотят продолжать что-то делать, они же все равно нас сохранят. Инквизиция — это люди, в первую очередь, и сам инквизитор. А связи никуда не денутся, если мы официально распустим инквизицию, и там все разойдутся, грубо говоря, по домам. Но связи останутся, и мы будем оперировать при необходимости уже этими связями. И ничто не помешает в случае чего, в случае какой-то проблемы, в общем-то, просто собраться снова, правильно? Тем более, это уже будет намного легче сделать, потому что у нас, опять же, есть все вот эти вот связи и все остальное. Правильно? Правильно. Так, ну что, давайте осмотримся, что у нас тут есть. Ой, сколько у вас тут вопросики какие-то. А что такое? Так. Ой, а это что такое? С послом Ферландо? О, не-не-не. Короче, начинаем с правой стороны. С правого крыла. Пойдемте наверх. Кто-то у нас тут один стоит такой. Кто бы то мог. Жозечка! А что это ты тут? Не-не-не. Но Министерство может... Нет. Нет, больше говорится о Каунсул. Эта встреча должна быть отдыхать с тобой в более расслабленном виде. А почему я еще не могу видеть твои крючки в голове? Работа имеет определенный момент. Дело в том, что у нас есть небольшая ежедневность, в которой я могу найти пара приглашения. Слава богу, господи. Ну да. Ну да. У нас есть много времени для тебя, мой любимый. Пожалуйста, прийти с нами сегодня. И что это, маленькая ежедневность? Что за музыка-то? Театр. Я так и думала. Хе-хе-хе. Ухе-хе. Это очень скучно. И все отлично. У нас есть очень стрелы. Восхитительно Фу, господи Ну да Лишь бы уйти от ответа, я не хочу отвечать на этот вопрос Поцелушки? О, поцелушки! Да ладно, мы только начали DLC, а уже поцелушки Носом Замечательно Начало отличное, прямо с театра, да? Наверное, стоило закончить на этом наш обход Ну ладно Уж как получилось Кто же знал-то, что она меня сразу потащит Так, ладно, что тут Двери открываются Открываются Что тут есть? Куда я иду? Я опять вошкуюсь в тенях Кассия, это ты? Нет, подожди Сол... Не, подожди Кто это? Она мне сразу нескольких напоминает, если честно, персонажей Кость Дорогое лакомство для собак Мабари Здесь будет Мабари, я уже чувствую Первый Великий Чародей Великий Чародей Латер Хардуин Почти как Алдуин Стал первым главой круга магов После его основания в двадцатом году Века Верховной Жрицы Он был зарекомендован на данный пост лично императором Драконом После того, как проявил себя в одной из битв Второго Мора По всеобщему мнению, Хардуин превосходно выполнял свои обязанности Хотя бы то это мнение, что он был вторым кандидатом императора После некоего мага, имевшего связи с инквизитором Америданом Действительно, кто бы это мог быть? Однако, необходимо упомянуть, что источники, на которые опираются данные заявления Это незаконченное письмо, адресованное одному армейскому капитану Из список гостей приема, на котором присутствовали Америдан с императором Все доказательства упомянутой теории, если даже они реально существовали Уже давно обратились в прах Моража здесь такова, что развитие науки возможно лишь тогда, когда его поручают наиболее достойным Похоже, знаете, на... Просто, я так понимаю, вот эти вот знаки на груди, это все-таки намек на инквизицию Что-то я... Вот знаете, что за теплица в отдаленных уголках разума, но... Что-то как-то не до конца Если кто-то понял, кто это... У меня как-бы есть предположения, но я сейчас не хочу чушь нести Мне сперва, на самом деле, показалось, когда я зашла, что это Кассандра, но потом, смотри, волосы светлые Напишите, если кто-то знает, кто это Чтобы я точно имела представление Потому что я, честно говоря, уже... Если мы находили какие-то описания к такой картине Это я уже ни черта не помню, увы Варик Подожди, я сказала, когда я туда зашла, Жозефин или Кассандра? Че-то я уже за всем с ума сошла Сюда капывается И Инвизитер снова приходит к спасению. Это то, что вы называете? Это Бран Кавин. До сих пор он был Викоунт. Профессиональный Викоунт. От Киркваул. И что вы сейчас делаете? Я разрешил мой пост как Сенешал, что Мастер Тетхрас был выбран Викоунт. Вы сейчас Викоунт Киркваул? Викоунт Киркваул? Ну, кажется, что двое из вас есть много. Почему я просто оставлю вас в этом? Так, получается, что вы создаете достаточно реконструкции в городе, что Мастер Тетхраса дают вам самый лучший работа, которые могут подумать. Это потрясающе. Вы сделаете отличный Викоунт. Я думаю, что Мастер Тетхраса после Думар и Перин, что может случиться, если мы поставили Дворфу. Они выбрали меня, потому что я получил оборудование и бизнеса снова. Они хотят все решения, и я могу сделать это. В любом случае, я надеялся, что я собираюсь встретиться до того, как Сенешал. Я получил тебе подарок. Это официальная recognition о твоем имени и оваженном Киркваул. Не спорь с Гномом, это без полезно. Ну... Оооо... Ключ от города, блин. Ооо, сразу старая Дарганага вспоминается. Да это шоутки. Но, в случае, если всё пойдёт под откос или мне нужно будет где-нибудь провести старость, я смогу вернуться в Кирквелл. Ну, как вернуться? Просто приехать в данном случае. В Кирквелл и где-нибудь там, в имении сидя, встретить свой старческий маразм. Знакомые все лица, а? Cool. Ну... О. Продолжение следует... Конечно, он такой незаметный Музикалка Замутилась колом Тут он так залипал Так Еще что-нибудь, кстати? Ой Ничего, да? А, ну хорошо Так, ну-ка, ну-ка А чего тут кого-то Что-то можно сделать? Что это? А-а-а-а Понятно Трудная жизнь в Верхнем Голоде Глава 17 Засаду он не заметил Клинок Гессерия Населезный? Ну, как-то вот так Так, ладно Записки о гостях дворца Собрание записок слуг По поводу гостей зимнего дворца Графини Давури Хочет отдельный зал С трех до пяти вечера Для упражнений дочери на арфе С одной стороны Должны быть окна и балкон Если хочет устроить творческий вечер Отправь ее к Синишалю Герцог Пьерпон Хочет развлечь Ферлденскую родню Доставить бочку виски И три головы сыра В его покое вечером Бан Вортон Постель Постель стелитель Льняную, а не шелковую Сэр Лис Лидстон Жалуется, что разнулась нога Из-за старой раны Переселим ее на первый этаж Леди Галатея Дуэлянтка попросила партнера Для упражнений И подходящую площадку Галатея Что-то знакомое Лорд Гильдерей Будить восемь По черным числам Прислать для этого Солжанку По не черным Пажа Не спрашивай С кувшином чистой воды И двенадцатью веточками лаванды На персиковом полотенце Не спрашивай Вносить все молча Не глядя на его светлость Поставить на диван Дважды хлопнуть по ладоши Молча уйти Не спрашивай Ой, боже Так, тут тоже что-то можно сделать Золотой наг, кстати Да, он у меня и в кузнице стоял Если я попробую сделать синхронизацию У меня пошлют Нет, смотри, сработало в этот раз Да хз, зачем я это сделала Окрасить доспехи Кстати, я забыла это сделать Изготовить оружие Зачем мне это? Отправить В исследование нечего мне отправить Хорошо Так, что-то тут есть О, еще одна кость То есть мы теперь не будем монетки собирать, да? И кидать их в фонтан Мы будем собирать кости Прелестно Кассандра О, еще одна костя О, еще одна костя О, еще одна костя Может быть, ты должен сидеть Я могу стоять Может быть, я должен сидеть Окей Эмм... Чего происходит? Инквизитор Я хочу знать, что я ваша пара Я всегда буду ваша пара О, ну, это... Что происходит? Что происходит? О, ну, это... Может я и женюсь Ну мне почему-то кажется, что Жозефина, с учетом того Что мы, кто мы, мы все-таки эльф Она как бы из знатного рода Хотя я тоже граф Теперь-то Я могу и жениться, если захочу Чего бы нет-то Эльфийская жизнь уже давно Осталась в прошлом Я уже живу истинно людской Чего бы не жениться-то Ха-ха-ха Хорошо Конечно, эта сцена смотрится особенно угарно Если у тебя роман с Кассандрой Вот там просто пять Шторма-искушение Удакательный роман Который я, естественно, не буду читать Если вы нашли эту книгу Просьба вернуть ее Лидии Витте Монтелье Понятно Сколько, интересно, тут таких костей Сколько мне надо собрать Оп Опять трудная жизнь Принеси мечный причал сегодня в полночь Или мальчик умрет Ой, Варик Пара Небольших деревянных ракеток с рукоятями и обтянутыми кожей Вероятно, предназначили для занятий неким праздным видом спорта Вероятно Что в этом мог быть за спорт? Что такое? Записки о паре Записки разными почерками, которые носили туда-сюда посыльные Что скажете, господа? Через три дня инквизиция одумается и примкнет к орлею В этот раз мы дал раз должным образом Чепуха, Марсель Ферлдену хочется крови Днем раньше они заявят Или они заявят об этом в открытую Или приговорят О, что со мной такое-то Днем раньше они или заявят об этом в открытую Или пригрозят войну нам Если мы не утолим их кровожадность Л Верховная жрица вмешается Просто обязана Виктория с инквизицией По всеобщему мнению Слишком тесно связаны Чтобы она могла отсидеться в стороне А Ты настолько уверен в церкви, Аллен? Тысяча роялов с каждого из вас Если судьбу инквизиция решит Верховная жрица Вот настолько уверен А Держу По тысяче с каждого из вас Если инквизиция уступит полную Полноту власти орлею И совету геральдов М Вы меня разорите Эл Леонар Ты не будешь спорить? Эм Буду, конечно Тысяча на то, что выйдет Как хотят ферлденцы Эл А ферлденцы хотят, чтобы мы распустились Хочу заметить Блэк Уолл Ты меня что, в опоздании обвиняешь? Я приехала вовремя, дети, в пень Смешно Может быть, ты должен быть там Да, наверное, ты потерял что-то Да, наверное, потерял что-то в ретелинг Ну, мы все не можем быть варик В общем, это было бы Найдло быть вовремя Но я не знаю, что вы думаете Я метала клинки, когда ты еще под стол ходил Так, хорошо Запусочка А что, теперь почитать нельзя, что ли? О Блэк Уолл В последние несколько лет Отрывок из отчета с печати серых стражей Найденного среди документов инквизиции Том Ринье Принимал участие в большом турнире Бывший капитан арлисианской армии Обвиняется в убийстве и госизмене Выдавал себя за серого стража Стража констебля Блэк Уолла из Волшевена Волшевена Член инквизиции Принимал участие в борьбе с корифеем Статус Служит Посвящение пережил Распространение вольной марки Вимарские горы Расследование в Вимарской тюрьме Под руководством стража Студенмайера Ну хорошо Инквизитор Так, магазин Господи, дайте мне купить Рукоять Ой, рукоять, господи Наплечники, которые я хочу Уже хрен знает сколько Так, это травы у нас Вот у меня сейчас вот такая вот броня Ради разнообразия сделала Вот сейчас слово уже Потому что Опупела У меня нет моего Моих наплечников, которые Я нигде их не нашла Сейчас может Тут найду Купила, кстати, на оставшиеся деньги Которые были всяких Вот этих вот Драконовых чешуек и прочих Слушай, а что тут так все дешево В два раза дешевле Слушай Ой, вы знаете, вот проблема Когда Нужно много купить А бесконечное количество Какого-то материала Тебе вместо того, чтобы Выбрать какое-то Нужное тебе число Тебе приходится Кликать как дебилу Вот кто это придумал, блин Я просто не понимаю Так, это материалы Слушай А А эскизы у вас тут есть? Да эти эскизы наплечников Я их хоть сделаю Красивые мои Постихи Фигня Постой, постой Эскизы Это эти твари Какое говно Вы тут продаясь Эй Орлей, блин Не будешь, да? Говорит, ничего Так, ну материалы Мне не нужны Так, а это что такое? Хоть бы подписывали Что это, да? Мне чисто на вид Нужно понять Че? Интересно Нет, тут ничего Где мои эскизы, блин? Зачем мне трава Эта ваша дурацкая? А Ну ладно Я уж думала Хоть сжалятся Хоть в DLC Дадут возможность Купить все Че я хочу Ну куда там Так Подожди Я тут не все Смотрела Меню напитков Золоченого рога Золотой наг Шипучая белая Селень Нейская С ложечкой Брэнди Западного холма И гранатовым соком Украшена малиной Веточкой Королевского Эльфийского корня Шипение дракона Насыщенная смесь Коричневого виски Темного Ламеринского Рома И хиро Хиро Хиролского Извержения Нет для слабых Желудком И духом Благословение Джин из лавра Пророчица С большим ломтиком Лайма И каплей Золотой косы Изумрудная долина Приготовлена на спирту Выгнанном Сестрами церкви Влайтс Из 70 с лишним Видов Трафа Цветов Украшена Взбитым белком С присыпкой Из мускатного Ореха Описания Такие вкусные Да? Злочайший Антионский Портвейн Ночь позора С шоколадной Настойкой И цедрой Апельсина Подается в бокале Из закаленного Серусского Да Стекла Распутная Вдова По слухам Придуман самой Леди-редактором Самого Скандального Периодического Издания Орлея Глубинный Персик Смешанный В высоком Бокале Со свежими Сливками С присыпкой Из засахаренных Розовых Лепестков Подается На шелковом Платочке С непристойным Стежком Вручную Написанным Ворменом Ну естественно Где же Как не здесь Быть с Эри С жопой На столе А че Все что ли У всех Заставки были А у тебя Что-то нет Прошлые Настоящие Серы Опять Посеяла Тетрадку Не бросать Где попало Ниже Дневниковые Записи Серый И несколько Рисунков Скайхолда С безупречной Штриховкой Опять Куда-то Премся Меньше Хрени Больше Фигни Такой Народный Перебол С вал Тратата Орлей Хренов Еще бы Поглупее назвали Ну вал Раю Последняя Дженни Отметилась Пофиг Рисунок Кулак В перчатке Со странным Символом Символом Врезается Физионом Шевалье Символ Красный И похож На клубничку Опять Бродили И опять Здесь уже были Всюду мы Опять В зиме Чудесно Надо пчелами Запастись Бутылочка С пчелами Помните Поспорить с Вариком Что дело жопа Зачеркнуто Варик не дурак Поспорила на десятку Скалином Как-то не состарились Устали Как-то все состарились Устали и потолстели Да ладно Найти Кто скокожил Мою скайхоллскую одежку Зачеркнуто Вот хрень Не говорит Что рука У инквизитора Неважно выглядит Она очень Неважно выглядит А пипишка То вообще здесь Нафиг я сюда Поперлась Если пипишки нет Рисунок Сэра и Дагна На фоне взрыва Пчел И взрывающихся пчел Быки На Подожди Пипишка Это Дагна что ли Быки В дворце Но все Никто не заснет Ну Сами понимаете Да По ночам Это что они делают В особенности Сам бык Ринье Обнимает крепче Чем Блэквул По прежнему Бородатый Жойзи всех затмила Кассандрит Надо срочно Кого-нибудь отлупить А то лопнет Все Все Всех вместе Не собирают Лилиана что-то знает Так и знала Инквизиция в жопе Плохо говоришь Рука моя выглядит Да Ну да Мы видели Что что-то Как-то не очень Что? Обожаю Перелден Перелденскую Ладно Сдаюсь А Видишь Если бы у меня Здесь Не хватало бы Вариантов Разговор был бы Коротким И что-то Не получилось бы За счет того Что у меня тут Всякое есть Слушай Как прикольно Как же эпичная История Орле Ага 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 Это не технически физическая барриер. Это более как магическая вибрация, которая репелит фейд. Ммм. Просто будьте собой, господи. Очень ему интересно. Ты по мне не нёс вообще, да? Делал вид только. По-моему, всё. Хана нам. Я ничего больше не могу сделать. Ах. Ах. Ха-ха-ха, он исчезн... Не могу с вас, ребята, а че ты сидишь за барной стойкой суши? Эй, босс! Не имею в виду с той стороны почему ты сидишь. С каких пор ты разливаешь, бычок. Субтитры создавал DimaTorzok Давай еще Продолжение следует... Конечно! Продолжение следует... 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 делиться. А зачем я их собираю? Слушай, может я могу дать как-то их? Вон, 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 вон. Ой, я их могу туда положить. Смотри. Еее. Хрустелки. Все, это все, что я собрала? Блин. Мне кажется, там должно быть намного больше. Напоминание. Беседка открыта для проведения праздничных мероприятий. При резервировании просим учитывать, что в случае наводнения, пожара или императорской приходи задаток не возвращается. Так, ладно, задаток. Давайте осмотримся. Что-то мне подсказывает, что здесь будет Вивьен. Есть у меня такое подозрение. Купальня. Здесь точно Вивьен. Сейчас будет круто. Не, знаете, что? Давайте, 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 сейчас я пока что к ней не пойду. Я сейчас чуть-чуть осмотрюсь еще. Пускай она будет нашим завершающим, так сказать, штрихом. Что это такое? Серебряное кольцо. Наедельная фонтань. Для кого это? Что это такое? Что это такое? Разбитая маска. Фрагмент разбитой маски в бархатном мешочке. Остатки маски покрыты зелеными драгоценностями, камнями, орлиными перьями. В мешочке лежит записка. Попробую еще раз. Понять бы, куда это еще пихать, слушай. Не фу, гаси, такое мостолуга. До этого как-то они вроде поменьше были размером, Не, не, подожди, я туда не пойду. Сейчас вот направо, направо сверну. Вот направо таком. Тихо. Не думаю, конечно, что там будет какая-то, знаете, Заставка. Если я просто подойду близко. Но мало ли. Трудная жизнь. Снова. Прекрасно. Так. Где ты? Ага. Интересно, сколько их? Может, мне ачивку какую-то дадут, Когда я соберу все? Я наверняка уже все пропустила. В ранних локациях. Потому что там были места. В которых меня не было. Так, ну ладно. Что, ну видите, там слишком дофига места. Мне так ощущение, что я штуки четыре еще профукала. Сейчас давайте по бурику пробежимся. Вот прям совсем. Прям очень-очень быстро сейчас пробежимся. Шоп уж наверняка. Я не знаю, что мне за это дадут. Как бы, не знаю, ачивку какую-нибудь мега-мега Или еще что-нибудь. Но на всякий случай. А кому все-таки вот эти золотые галстуки и прочую фигату? Куда это мне? Скотт-лейс-harding, swift and cunning, Her arrows cut you down to size. Скотт-лейс-harding, taught about taunting, Laughs a light will flee your eyes. Born of the ground, loyal and sound, Inquisition bound. Скотт-лейс-harding, battles calling, Ну давайте как-нибудь Потом все это послушаем. Во Вконтакте, например. Хотелось вот про основных ребят послушать. Про себя так уж и быть ждать не буду. Смысла особого нет. Что такое дракон? Или разрыв, знаешь? Ну, текстурки, конечно, да. Ну, как бы ладно. А это че такое? Ну, ладно. Тут точно ничего нет. Какой ночью. Шартер. Хм. 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 Активный зимний дворец. Записи шартера зашифрованы способом, который они с Лилианой придумали за последние несколько лет. Намерения КМ кажутся искренними. На вечернем прием с участием КМ уже отправлен агент. Записи были оставлены в ВП в соусловленном месте, как мы договаривались. Лакей в зеленом ливрее был замечен выходившим из гостевого крыла дворца в неурочный час. Спешил на свидание. Второй кузен, мадам Л.В. Барт, нанятый герцогом М.В.М. Лорд В.Г. Планирует вечером отправиться на встречу с леди Г.Д. Их спутники... Ой, спутники. Их супруги не были поставлены об этом в известность. Лорд Р.В. Вечером собирается встретиться с леди С.Р. Их супруги знают об этом. Жена Р.В. Сама попросила его навестить С.Р, чтобы хотя бы ненадолго насладиться тишиной и спокойствием. О поведении подобающим членам Инквизиции. Внимание у всех членов Инквизиции. Мне обратило внимание на тот факт, что еще не проинструктировало никого из вас относительно манеры поведения, которую ожидают от присутствующих на Священном Совете. Желание повсюду ходить с высоко поднятой головой вполне естественно для каждого из нас. Однако важно помнить, что на сей раз мы гости Императорского двора. Поэтому всем нам следует вести себя пристойно, любезно и сдержанно. Если растеряетесь при выборе обращения к лицу благородного происхождения, можете без опаски использовать словами лорд или миледи. Если вам покажется, что вы нарушили неизвестный вам рекламент, сообщите об этом своему командиру, а если не сможете найти его, то мне. Чрезмерное употребление спиртных напитков настоятельно не рекомендуется. Если окажетесь втянутой дискуссии относительно политики Инквизиции, извинитесь и покиньте участников разговора. Ни в коем случае не вступайте в дебаты подобного рода. Леди... Ой, Леди, господи, я уже не туда читаю. Если предложения и рекомендации не помогли разрешить ситуацию, руководствуйтесь рассудком и элементарной вежливости. С уважением, Леди Мантелия. Интересно. Одежный шкаф. А, о, славьте его, господи, я могу переодеться. Не знаю, есть ли смысл, конечно, одевать вот это, продолжать, вернее, это носить. Можно я что-то свое одену? Вот, 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 в этом я слишком дристовато выгляжу, конечно. Верхняя одежда. Давайте, мой парадный вид. Хранилище, смотри, тут даже есть. Мое-то хранилище. Барахло тут всякое лежит. Слушай, я могу что-нибудь скинуть? Так, я же все оставлю. Солос, сволочь, ушел и забрал. Кольцо-то мое, ой, что такое? Кольцо мое, прикольное, на невидимость для мага. Железный бык в последние несколько лет. Благодарим вас за то, что прислали быков для помощи в борьбе с демонами, атакующими Монфор. Они оказали нам неоценимую услугу. Благодаря их вмешательству удалось спасти множество жизней. Если бы не усилие Железного быка и его отряда в Перенде или Орлей, бы снова охватила гражданская война. Бык лично одолел схватки несостоявшегося узурпатора. Мы хотим опротестовать действия боевых быков в Южном пределе. Несмотря на неоспоримое присутствие в данном регионе демонов и храмовников, испорченных красным лириумом, необходимость обрушения лучшей части горы на голову врагов вашим гномом-шахтером представляется крайне сомнительной. Боевые быки оказались для нас очень ценным подспорьем. С их помощью мы смогли отбросить демонов, атаковавших берега озера Каленхат. Особенно проявила себя одна эльфийка, называвшаяся просто Далейкой. Я с огромным нетерпением жду обещанного ею рассказа о невероятных техниках стрельбы из лука, позволяющего создавать стены льда и рассеивать магические барьеры. Выдержки из благодарственных писем, относящихся к деятельности боевых быков на протяжении двух последних лет. Дориан в последние несколько лет. Инквизитор. Был рад получить от тебя письмо, друг мой. Последний год, все мое общество — это слепленная меварис фракция Люцернов. Он и члены магистериума с кучей огня и рвения, но без всякой политической хватки. Меня при себе держит ведро воды, на всякий случай, если кто-нибудь себя подожжет. Впрочем, не хочу создать превратное впечатление. Прогресс есть, но понадобится изрядная сноровка, чтобы сохранить Люцернов живыми и невредимыми в повседневном расписании минратоуских интриг, пока они не станут реальной политической силой. К счастью, у них есть я. Печально слышать, что и тебя изводит политика. Просто по ветре какой-то. Не слабее чумы или арлисианской моды. Надеюсь, Жозефина сможет сладить с ферлдэнскими ворчунами и убедить арлисианцев не ходить кругами с ошейником и поводком. Ну, она ведь всегда любила сложные задачи. Вскоре у меня появится повод поехать на юг. Нам непременно нужно встретиться лично. Ты согласен со мной, Дориан? Смотри, письмо как бы должно было прийти мне, но оно как-то до меня, я так смотрю, не дошло, да? Какая прелесть. Слушай, а где Дориан? Может, я что-то упустила? Это Жозе, Сэра, Бычок, Кол, Касси, Блэкул, Варик, Калин, Вивьена, Дориан. А где Дориан? А, ты ты, господи, он же посол. Я совсем что-то забыла, что он посол. Слава тебе, господи, я же что-то напряглась. Так, подожди, вот это вот. А, а что оно? Угу. Удивуриан. Что-то я реально напряглась на секунду. Ну, ладно. Дориан у нас будет последним. Ладно, не знаю, где эти долбаные кости. Жалко, конечно, что в DLC не продают финальных каких-то, знаете, всех эскизов, которые я, возможно, не нашла. Может, конечно, где-то это и есть, но что-то я не нашла. Так, тут что-нибудь есть. Ага. Я так и думаю. В смысле? Видели? Стояла и исчезла. Причем с помощью магии. Блин, я в этот момент как раз отвернулась. Леди Мариэля. Так, ну-ка, подожди-ка. Слушай, а может быть, это дополнительный какой-то квест? Может быть, мне нужно побегать за вот этим вот туловищем эльфийского происхождения? Где-нибудь понаходить, она меня приведет к чему-нибудь. Не, ну вы видели, увидели, да? Она взяла и исчезла. Что это такое было? Самое противное, что я не обратила внимания особо. Ну, не успела даже разглядеть, как оно выглядит, это туловище. Толком. Давайте сейчас чисто ради галочки. А бежим вот так, если опять этот туловище исчезнет, значит, это что-то какой-то квест. И это очень подозрительно. Так, хочу смотреть, что я этим занимаюсь. Вперед, вниз. Так, мне почему-то кажется, что это может быть какая-то, знаете, секретная побочка. Сейчас очень просто быстренько пробежаем. По второму кругу, конечно, ну ладно. Что это было, слушай? Она там не вернулась, нет? Она там не стоит? Смотри, там уже другие люди стоят. Ничего не происходит. Ну вы видели, она одна. Что-то очень шушукуется. Хорошо. Одна такая стояла. Может, это были шпионы этой самой? Лили? Либо шпионы Бриалы, кстати. Хотя странно, мы вроде сделали так, чтобы они все трое были под нашим каблуком. Под каблуком нашего сапога источни. Почему Бриала там до сих пор бухтит? Чего-то там непонятность не происходит. Так, ну тут вроде нет никого, да? Никто не исчезает. Очень подозрительная фига. Это Шартер, это не ты была, не? Может, пока я там где-то бегу, она телепортируется? Вряд ли, конечно. Варик в последние несколько лет. Друг мой инквизитор. Шлю пламенный привет из славного города Киркула. Солнце сияет, чайки кричат, а в верхнем городе за минувший месяц почти ничего не упустили в солнечный колодец. Ликвидация красного лириума в казематах проходит успешнее, чем ожидалось. По приросшей к плитам Мередит с жутким взором никто не скучает. Городская стража отметила ее вынос импровизированным парадом. Жители Нижнего города тут же сложили песню с общим смыслом. Слава создателю, что убрали сумасшедшую храмовницу. Песня моментально приобрела популярность, несмотря на то, а может быть и благодаря тому, что целиком состоит из положенных на музыку непотребных ругательств. И все же, даже несмотря на все эти замечательные свершения, забота у меня тут по горло. Каналы в гавани порядком засорены, нападавшими несколько лет назад обломками, из-за чего уже ни одно судно, пытаясь там пройти, распороло днище, из-за чего, в свою очередь, все стало совсем неприглядно. А еще тут у нас были разрывы, и через них из тени нападали нелепые камни, которые светятся. Кстати, спасибо за латание разрывов. Одним словом, единственная надежда восстановить гавань – это отправить ребят с кирками разгребать камни под водой. Тебе когда-нибудь приходилось нанимать шахтеров-нырялщиков, инквизитор? Их и так-то раз-два я общался, а уж таких, кто готов ковырять светящуюся дрянь из тени, денег уйдет немеренно, я чувствую. Заезжай как-нибудь, сыграем в порочный добродетель. Пожалуйста. Это наместническая тягомотина из меня уже всю душу вымотала. Так, Вивьен в последние сколькает. Милорд инквизитор, боюсь, что не смогу изыскать возможности встретиться с вами до священного совета в Халамшарале. Коллеги и братства чародеев устраивают очередной тур выборов через несколько месяцев, и мое участие в его организации просто необходимо. Иначе эквитарианцы с лукразианцами неизбежно будут с деланными каменными лицами сцепляться каждые пять минут по поводу количества ящиков для голосования и оформления бюллетеней. Вы вполне можете это себе представить. На тех двух недавних заседаниях, которые я смогла посетить из-за обязанностей при императорском дворе, изоляционисты огородили себя прямо в зале ледяными статуями в знак протеста против оскорбления от либертарианского старшего чародея из Камберленда. Вне сомнений должна выразить вам неугасающее одобрение Орлесианского двора. Хотя, не сомневаюсь, любезный герцог Сирилл уже утомил вас комплиментами от имени Совета Гайрольдов. С уважением, Левиан. Господи, опять нагромождение ненужных слов. Калин в последние несколько лет. Калин из Ден-Рима дошли вести о переговорах, в которых примет участие Инквизиция. Половина сведений просто слухи, но туда поедут такие представители, что все это выглядит очень серьезным. О подробностях, ясное дело, в письме не напишешь. Тем не менее, буду с нетерпением ждать красочных описаний твоих вечерних впечатлений, господи, от Орлесианских празднеств. Брэнсон пришел с сынишкой. Тот просит, чтобы в письме я написала «Привет, Кал!» и настаивает, чтобы я написала именно «Привет!» А, «Привет, Кал!» А не «Привет!» Упрямо у тебя племянник, как это знакомо. С любовью, Мия. Кассандра в последние несколько лет. Инквизитор. Пишу это письмо на хребте охотничьих... Охотничий Рог. Гор хотела прочитать. Мозг. За что? Наконец-то нашла искательницу Эмери. Она была более других потрясена вестью о предательстве лорда-искателя Люциуса, поскольку он был ее наставником с самого посвящения. Теперь Эмери страстно желает помочь все восстановить. К тому же ей известно о парочке других искателей, отправленных в Ривейн. До сих пор не знаю, сколько наших уцелело и скольких убил Люциус, но главное, мы возрождаемся. И в этот раз постараемся не повторять ошибок. Честно говоря, уже не терпится вернуться в Орлей. Еще целый месяц ждать. Скажи, кто раньше не поверила бы. Скажи, кто раньше не поверила бы. Орлей для меня целиком состоял из-за раздражающей политики, нежелательных обязанностей и вечерных украшений. Но теперь меня там ждут друзья, так что он мне почти как родной. Касси Андре. Ах, вот так вот еще, да? И сколько тут таких картин не поправлено у меня? Слушайте, тут таких по бочке я смотрю целая прорубь, да? Где еще могут быть картины? Я же дубы дам все это поправлять. Еще заметить это надо, понимаешь? Охренеть. Наверняка, кстати, в таверне есть картинка хотя бы. Давайте ее прямо проверим. Вон, 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 вон она, вижу. Прикинь, да? Не, просто представь себе. Слушай, а куда так... Кстати, я так сейчас заметила, смотри. Уборотничая голова. Голова нага. Господи, а наг-то зачем? Его за что? Так, ну ладно. Картины ходить поправлять я, наверное, не буду. Вроде я все нашла. Единственное, я все еще не могу понять, куда вот эти вот все пихать. Вот эти золотые галстуки и прочую фигату. Так, слушай, мы же тут были, да? А вот с другой стороны в такой же комнате мы, по-моему, не были. Здесь у нас будут картины, кстати. Может, там есть одна, которую можно поправить? Ну, пока мы тут. Нет. Ну-ка, пойдем-ка с другой стороны такую же дверь поищем. Потому что она должна быть. Мы туда, кстати, на второй этаж, вот с той стороны мы не поднимались. Так, тут что-нибудь есть? Нет? Что значит заперто? В смысле? Я не хочу разгадывать все таинные двора этого несчастного. Я хочу сразу, чтобы дверь была открыта. Откройте дверь! Так, сейчас. Ну, опять же. Книги внутри сценария. Что, может быть, прекраснее, да? Так, где-ка? Вот. Вперед. Тут ничего. Как эту дверь открыть? Она... Просто, понимаете, если бы она вообще не нужна была никак, нельзя было бы ее подергать за ручку. А тут прям заперто. Ой, наверняка какая-то хитрожопость существует. И вот эта вот женщина, которая пропала, тоже какой-то прикол с ней связан. Но, честно говоря, мне так не хочется сейчас этим заниматься. Вот честное слово. То есть, для себя бы я, конечно, побегала, наверное. Поискала бы что-нибудь. Но вряд ли долго. Ну, ладно. Нет. Чуть не залило. Пойдемте, короче, к Левьен. Дарлин, вы сделаете это. Отлично. Я предупреждал эту позицию лет назад, и они очень приятно пунктуальность. Пойдемте? С с вебинарной спа, конечно. Ты работаешь очень трудно, мой директор. Я хотел treat вас. Я никогда не слышал о спа службе в вебинаре. Ты инквизитор, дарлин. Савиар Вы не знали оборудование? Они не превращаются к тебе. Для чего это? Мне больно, что вы даже должны спросить. Вы, очевидно, живете слишком долго, в условиях цивилизации. Вы слышали что-то? Как этот сыр держится вообще? И почему у меня глаза открыты в процессе? Сыр что там тырит за ней, с метелкой бегает. Как вы думаете, что конференция закончится? Как вы думаете, что они будут решать? Это все невероятное положение. Наши страны Тедас знают, что они только по-настоящему пытаются спросить инквизиции. Вы не чувствуете себя лучше, мой любимый? Кажется, купальник мне не по размеру был немножко. Обреченые бананы тут валяются. Трудная жизнь. Трудная жизнь, блин, в вашем орлее. Да уж. Ну, хорошо. Ну, собственно... Смотри, тут раскидалок. Шматки мяса, бананы. Купальня, блин. Ой, ладненько, ребятушки. Давайте мы здесь, в общем-то, остановимся в следующей серии. Я, может быть, все-таки побегаю здесь. Попытаюсь что-нибудь найти. Может, обнаружу действительно что-то интересное. Очень не хочется упускать. Какой-то такой скрытый контент. Поэтому побегать побегаю. Если на что-то наткнусь, вам все покажу и расскажу. И, в общем-то, в следующей серии пойдем уже разговаривать с послами. С Дорианом. И, соответственно... Наоборот, надо было это сделать. Но вы поняли. И, соответственно, с еще одним товарищем из Фрэлдена. Не сдается мне. Я догадываюсь, кто это будет. Ну и, в общем-то, вам говорю большое спасибо. О, смотри, смотри. Это разрыв? В смысле? А, это шрам на небе. Помните, нам говорили в конце-то основной игры? Видишь, шрам на небе остался напоминанием. Собственно, вот он. Слушай, а прикольно, да? Ручонка у нас, кстати, побаливает. И, в общем-то, не просто так нам ее показали. Едва мы сюда пришли. В общем, ребятки. Если вам понравилось, ставьте пальцы вверх. Оставляйте свои комментарии. Пишите что-нибудь. И, в общем-то, до встречи в следующей серии. Уже пойдем непосредственно по сюжету. По сюжету. Потому что это было так, знаете. Такое вступление расслабонистое. С угаром. И, в общем, с Блэк Джеком. И женщинами легкого поведения. Все, ребятки. Всем большое спасибо и до встречи. Пока-пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok